Всем привет, на связи с вами Серега и этим видео мы начинаем новый тренинг, в котором нарисуем в программе Photoshop с нуля уникальный дизайн сайта в темных тонах. Ну, надеюсь, что он вам понравится, дизайн, мне он лично нравится очень сильно. Итак, первым делом, перед тем, как мы приступим к практике, давайте мы приведем нашу программу Photoshop к одному виду, чтобы у вас и у меня было все полностью одинаково, таким образом вам самим будет легче проходить этот тренинг. Первым делом идем в пункт редактирование, давайте открываем его, и там в самом низу, у меня в видео не влазит, есть пункт настройки. Наводим на него мышкой, появляется еще одно всплывающее меню, и здесь выбираем основные, либо жмем комбинацию, горячий клавиш, Ctrl, K, щелкаем, появляется окно установки, и здесь, смотрите, сначала идем в единицы и измерения линейки, и здесь выставляем пиксели, тут тоже пиксели, здесь 300 пикселей на дюйм, здесь 72 пикселя на дюйм. Дальше, идем в направляющая сетка и фрагменты, и здесь выставляем линия через каждые 100 пикселей, цвета я, кстати, не менял, они изначально такие, и внутреннее деление на 10 пикселей. То есть у нас получится сеточка, большие квадратики 100 на 100 пикселей, маленькие 10 на 10, очень удобно. Жмем ОК, и теперь беремся за вот эту правую панельку, настраивать будем. Давайте мы сначала выберем основную рабочую среду, видим, у меня здесь моя среда, выбираем основная рабочая среда, и у вас появится вот такое вот окошко. Если у вас оно другое, то просто выбираете сбросить основная рабочая среда, щелк, и должен быть такой вид. Далее, теперь пункт коррекция, давайте мы перетащим, мышкой вот зажимаем и перетаскиваем вот сюда, ниже, щелк, пункт стили, правой кнопкой жму и выбираю закрыть, щелк, видим. Потом здесь у нас есть еще история, историю мы тоже, ну вот так вот я нажимаю, появляется окошко, и я перетаскиваю ее вот сюда, опаньки. И вот этот пункт я делаю самым первым, ну это уже моя привычка. Здесь у нас свойство, оно нам пока не понадобится, чуть что потом добавим. Теперь идем в окно, и здесь выставляем еще, так, 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 символ, пункт символ. Жмем на него, и появляется вот такое окно. Символ перетаскиваем сюда, и абзац перетаскиваем сюда. Так, цвет я закрываю, образцы тоже закрываю, вот что в итоге мы имеем. Дальше, опять-таки, идем в окно, и здесь выставляем также инфопункт. Вот он, инфо, жмем, появляется инфо, и опять-таки я его перемещаю вот сюда. Так, самым первым поставлю. В принципе, наверное, на первых порах это все, что нам понадобится, но сразу говорю, если я какие-то панели сюда буду добавлять в дальнейшем по ходу тренинга, они все добавляются через окно. Жмем окно, выбираем нужную панель, например, операции, она нам не понадобится, но я ей часто пользуюсь для рисования 3D-обложек. И вот эту панель я, например, притаскиваю сюда, видите, да? То есть таким макаром у нас будет все добавляться. Так, теперь по поводу работы в самой программе. Давайте мы сначала создадим маленький файл, чтобы я вам показал, как включать сетку, направляющую и линейку. Так, файл, создать, выбираем. И здесь ставим ширина 500, высота 500, разрешение 72 пикселя найдем, цвета RGB 8 бит, белый. Жмем окей, и появляется такой маленький файлик. Уже у меня тут линейка показана, сетка, точнее, давайте отключу. В общем, сейчас показываю, как с этим работать. Смотрите. Первым, чтобы включить линейку, мы идем в просмотр, и здесь выбираем линейки, видим. Либо комбинацию горячих клавиш Ctrl плюс R. То есть давайте я нажму Ctrl R, я обычно горячими клавишами пользуюсь, и у меня появляется вот такая линейка. Дальше, как включается сетка. Опять-таки я использую комбинацию горячих клавиш, но покажу вам здесь. Просмотр. Так, дай бог памяти, я этим уже давно не пользуюсь. Все на горячих. А вот, показать. И видим, показать сетку. Ctrl плюс такая одиночная кавычка, это буква E на русской клавиатуре. Давайте вот я сетку включаю. И здесь, смотрите, нажимаю Ctrl E, у меня появляется, пропадает сетка. Видите, да? То есть привыкайте к комбинациям горячих клавиш. Далее, опять-таки, просмотр. Показать. А, направляющие мы еще не завели. Давайте мы заведем направляющие. Как они делаются? Мы наводим мышку на линейку и берем направляющую. Тянем щелк. Наводим на линейку. Зажимаем кнопку мыши и тянем. Тянем, тянем. Кнопка левая. Так, то же самое верхней линейки. И зажимаем, тянем. Видите, то есть она сразу, линейка привязывается к координатам на нашей сетке. Видите, да? Вот так вот. Ну, то есть мы все равно это все удалим сейчас, но просто для того, чтобы вы знали, как с этим работать. И теперь смотрите. Как скрывать, показывать направляющие? Нажимаем Ctrl двоеточие, либо Ctrl уже на русской клавиатуре. Давайте просмотр, показать и видим. Так. Где у нас? Вот направляющие. А, Ctrl, я сказал двоеточие, точка с запятой. Направляющие, показать, Ctrl, точка с запятой. Щелк, они пропадают. Либо я нажимаю горячую комбинацию клавиш, Ctrl, G, видим, и она у меня появляется. Вот так вот. И смотрите, еще один момент. Ctrl, H, это комбинация, которая удаляет сразу и сетку, и линии. Ну, и направляющие. Видим, да? То есть Ctrl, H, я нажимаю, и оно прячет и показывает, и то, и то. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом подготовительная часть закончена, и со следующего урока у нас начинается практика. А сейчас давайте мы закроем этот документ, нажмем нет, он нам не нужен, и переходим к следующему занятию.